В Самаре продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в перечне объектов, подлежащих ремонту, и те, что находятся в отдаленных районах города. Так, в Куйбышевском районе ведутся работы в Молодежном переулке, в границах улиц Нефтяников и Бакинской. Работы ведутся на территории площадью около 3,5 тысяч квадратных метров. Несколько дней назад началось обновление проезжей части. Несмотря на то, что она узкая, протяженность составляет всего 580 метров, с учетом многочисленных обращений местных жителей и предписаний надзорных органов, участок в Молодежном переулке включили в список объектов ремонта на средства профильного нацпроекта. Прежде всего было отфрезеровано старое дорожное полотно. Теперь подрядчик занимается укреплением ослабленных мест основания. К настоящему времени основание заменили на 400 квадратных метрах. Локации сначала заполняются песком, затем щебнем, который уплотняется катками, чтобы исключить образование пустот. Далее – разлив битумной эмульсии, после чего укладывается асфальтобетон. А через несколько дней, когда все будет готово, дорожные рабочие приступят к устройству финишного верхнего слоя. Щебеночно-мастичная смесь позволит сделать покрытие прочным. Там, где основание дороги не требует усиления, из ШМА-16 уложат одновременно выравнивающий и верхний слои общей толщиной 6 сантиметров. Контроль за укладкой и за производством работы ведет у нас специалисты в дорожных хозяйствах. Они ежедневно выезжают на объекты и присутствуют во время укладки для отбора смеси в лабораторию. И также потом будут присутствовать при отборе проб для определения толщины и физико-механических показателей. Верхний слой покрытия выполнен из высокопрочного асфальтобетона. Кроме того, предусмотрены работы на инженерных коммуникациях. Приводят в порядок люки смотровых колодцев с заменой дорожных плит. Рабочие отмечают, что это спальный район, многоквартирные дома находятся в непосредственной близости к дороге. Вечером и ночью должна соблюдаться тишина. Работы ведутся до наступления часа пик. Чтобы не делать неудобства жителям, мы работаем днем. Не перекрывая движение, мы работаем в две полосы. Движение у нас открыто на половине дороги. После пяти мы занимаемся наведением порядка в прилегающей территории. Также технику паркуем. Когда люди возвращаются, мы уже на проезжей части не работаем. Жители района с нетерпением ждут, когда дорогу приведут в нормативное состояние. Ранее в переулке выполнялись только поддерживающие аварийно-ямочные работы. Там постоянно были лужи. И около пенсионного фонда приезжают люди на машины. Работы планируют закончить до конца следующей недели. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События.